Праздник Ханукка Даже несмотря на то, что это не был библейский праздник, он все же был учрежден. Этот праздник основан на том, что произошло примерно за 160 лет до времени Иисуса, потому ко времени Иисуса Ханукка праздновалась регулярно в память о том, что произошло. Но давайте посмотрим, что сказано в Евангелии от Иоанна в 10 главе в 22 стихе. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, праздник Хануки. И была зима. В Иоанна 10.22 говорится о празднике обновления, света. Здесь сказано о времени празднования. И приведена конкретная ссылка. То есть Новый Завет упоминает об этом. И некоторые даже считают, что учение Иисуса в 10 главе Евангелия от Иоанна напрямую тесно связано с Хануккой в терминах истинного пастыря и наемника и других подобных вещах. Речь о воспоминании праздника. Поэтому, если вы еврей, вы вспоминаете его историю с помощью того, что называется Ханукия, светильника с девятью свечами, посредине которой та, что называется Шамаш. Это та свеча, которая используется, чтобы зажечь другие. И каждый вечер в течение девяти дней вы зажигаете свечи. О чем же это воспоминание? Еврейский народ восстал против Антиоха IV, Антиоха и Эпифана, человека, принесшего в жертву свинью на алтаре храма в Иерусалиме, человека, который пытался объявить вне закона обрезание и действительно отменить еврейские обычаи. Еврейский народ, маковеи, сражались против него, вопреки всем обстоятельствам, и переживая огромные личные страдания. И произошло то, что светильник, минора, не хватало масла, чтобы зажечь ее. Запаса масла оставалось только на один день, но чудесным образом, когда они заново осветили храм и зажгли светильник, он горел в течение восьми дней. Потому воспоминания об этом повторном освящении храма и чуде с маслом Ханука и празднуется. И есть много мессианских евреев, которые все еще празднуют Хануку больше, чем Рождество. Они празднуют рождение Иисуса каждый день или в любое другое время года, но они празднуют Хануку. Она заканчивается незадолго до Рождества. И в детстве я тоже праздновал ее. И мы делаем это в течение многих лет, чтобы напомнить себе о нашей связи с еврейским народом, с еврейской историей. Это не один из праздников, записанных в Писаниях Ветхого Завета, но он имеет огромное значение в еврейской истории и соединяет нас с еврейским народом по всему миру.